всем привет меня зовут марина вы на канале книжный дегустатор вы сейчас очень удивитесь но я за прошедший месяц прочитала 8 книг к слову в августе прочитала три книги не знаю как получилось но вот так получилось ну ладно мы сейчас узнаете как это получилось не знаю замечаете вы или нет но я все больше стараюсь говорить видео про прочитанное месяце меньше меньше и меньше потому что мне самой как зрителю нравятся коротенькие обзоры книг но как блогер я забалтываюсь наливая кучу воды все подробно пытаюсь разобрать в итоге я мучаюсь переслушивать саму себя на монтаже а потом понимаю что мои видео про прочитанное смотрит очень мало человек вот поэтому у меня возникает к вам такой вопрос какой формат нравится вам больше вам больше нравится когда блогер прям подробно разбирает книгу говорит про ее завязку про сюжет про оформление про историю покупки вот про все на свете либо вам было бы достаточно короткого обзора что эта книга про то-то мне мне понравилось то-то а вот это не понравилось вот так что я жду ваших ответов потому что я уже не знаю что делать я очень стараюсь снимать поменьше но мне не получается потому что я болтушка первая книга прочитана мной в сентябре это назови меня по имени ольги оникиной книга я бы сказала трагичная книга тяжелая при этом она о судьбе обычной женщины школьной учительницы и вот она реально обычная она похожа на какую-то вашу знакомую ее жизнь понятна и знакома многим она мать-одиночка так вот сложилось что сына она воспитывает 1 также она не находится в каких-то хороших отношениях любовных она находится в отношениях даже в довольно постоянных но с женатым мужчиной денег у нее толком нет но она учительница вы сами поняли там зарплаты маленькие при этом есть ипотека там кредиты и все прочее надо там и тут заплатить там заплатите ребенка накормить ну в общем тоже все для всех понятно все для всех знакомо с мамой у нее отношения плохие детство было несчастливое и вообще всю жизнь она была тихоньей но несправедливость разжигает в ней ненависть и сталкивается она с этой несправедливостью собственно в школе в классе у которого она преподает потому что в этот класс приходит парень который раньше учился на на домном или семейном обучении ну в общем что-то вот такое он талантлив он умен но вот так получилось что из-за проблем со здоровьем он не мог прям ходить в школу да не могут какую-то активность проявлять поэтому он сидел дома и к нему приходили учителя приходили может не приходили числе на к репетитор даже по-моему приходила вот что я уже все вчера я уже плохо помню он талантлив еще и как художник он реально занимается нас настоящим художником ну все классный парень молодец но когда он приходит школу он превосходит некоторых ребят в умственном плане он начинает как-то нравится девочка мальчики в том числе и ревнуют своих девочек нему но и при этом конечно им неприятно что чуть-то он в такой вот умный пришел тут и выпендривается типа да и они начинают его отравить травить очень неприятно не буду вдаваться в подробности но вот эта вся ситуация очень взбодрила нашу главную героиню учительницу и и стихоне она превратилась в такую прям жесткую женщину которая вот старается этого мальчика оградить что ли от вот этой травли но я так вам рассказала в двух словах не в двух конечно но все-таки коротко потому что сам роман намного глубже и он включает в себя больше конечно граней каких-то здесь не только будет про жизнь класса и не только про ее вот отношения к жизни как учительницы да мы заглянем и в ее детство и узнаем об отце ее ребенка о том как складывались у них отношения почему они сейчас не вместе в принципе посмотрим на нее как на маму как на привлекательную молодую женщину книга правда очень реалистично написано у автор есть талант создавать правдивых героев таких ярких прорисованных и вот правдиво описывать все ситуации кстати с книги получился бы отличный фильм показывающий непростую несчастную жизнь обычной учительницы и ее отношения с трудными подростками вот я прям вижу какой-нибудь российский сериал по мотивам этой книги но к сожалению не знаю есть такой лет мне кажется что пока что нет без сомнений это пять из пяти я на сто процентов погрузилась в историю я верила в нее я просто в нее верила и сопереживала главной героине а это уже много значит книга отлично подойдет любителям неспешной современной прозы чтобы вот прям вникнуть и в жизнь главной героини как учительницы вот в эту школьную жизнь общение с подростками ну и узнать какие-то вот истории из ее юности я стараюсь короче говорить я стараюсь уже 10 минут видео идет съемка по крайней мере вообще класс молодец не знаю вырежет или нет но я просто злюсь пузырюсь сама на себя а теперь перепрыгнем с грустной нотки на веселую яркую и красочную манх валериана невеста герцога по контракту вот у меня три тома тут 3 да по моему сверху 3 2 и 1 давайте возьмем 3 самый новый поэтому будем рассказывать про него но относительно новый как бы вообще-то уже четвертый предзаказе появился так что если кто-то вот в курсе кто-то читает то можете уже заказывать ну либо если кто-то сейчас заинтересуется вот знаете четвертый том уже скоро тоже подоспеет я его очень жду очень хочу узнать что же будет дальше о чем книга жила была обычная девочка и она погибла ну я так понимаю что ее там столкнули с крыши что ли что вот такое в общем она погибла и попала в книгу она стала героиней книги сюжет который она прекрасно знает она знает что она стала лирианой второстепенным героем вот этой книги а также она прекрасно знает что я героини здесь убьют но ей-то этого не хочется и она понимаешь что как бы нужно что-то менять нужно что-то делать учитывая что она знает кто ее убьет и как ее убьют своим поведением лириана меняет весь сюжет книги и она уже даже сама не знает чем она закончится потому что допустим некоторых героев которых она знает что ну вот как они должны быть их нету она просто все изменила с каждой книгой с каждым вернее томом появляются новые герои новые интриги новые проблемы все новое и это не дает отвлечься от книги я реально сидела и читала ее за один присест ну вернее все три тома вот что я хотела сказать все три тома я прочитала просто вот в один день не отрываясь также хочется отметить что это не просто какая-то милая любовная история здесь есть и доля драматизма и фэнтези и даже детектива и ты его читаешь и тебе уже просто хочется разобраться чего вообще происходит и к чему это все приведет по поводу героев тоже важный момент мне героя понравились это классно это необычно знаете почему потому что главный герой вот он такой типа холодный отстраненный такой загадочный мужчина и обычно это мерзко выглядит для меня обычно когда так прописывается что там отталкивает главную героиню такой там противный нормальный вполне подпрос такой характер он даже достаточно приятный главная героиня хоть она так вот изображалась и такая идеальная красоточка она тоже не мэри сью она вполне себе сообразительная умная честная вообще классная девчонка стиль изображения мне тоже пришелся по душе ну как бы все такое яркое симпатичное как назло тут не самые какие-то яркие моменты попали но это неважно и вишенка на торте это юмор автора вот это вот мне нравится очень люблю когда вот тут какие-нибудь шуточки вставляются и они реально могут меня рассмешить это здорово так что я оцениваю вот эту манху на 5 из 5 очень жду 4 том и кстати просто такая рандомная информация не знаю нужно нам или нет но иногда когда покупаешь вот томик манхвы попадается стикеры подать наклеечки вот главные герои меня где-то кстати было не помню где на общем я где-то есть не помню в каком первом или втором томе мне вот попадалось еще будет битва сейчас будет драка будет вообще жесть да нет не будет наверное но все равно что-то какие-то возмущения это точно будут и солнце зайдет варвара оськина и так эту книгу я дочитала вчера вечером по этому впечатлению у меня супер свежий так что наверное вот именно поэтому я хочу о ней поговорить более эмоционально чем про другие книги когда я брала эту книгу на прочтение я судила по обложке по аннотации по вот этому вот отзыву забыл как называется на книге это отзыв блогера и я думала блин ну любовный романчик легенький классненький мне нормально ой я забыла ну ладно кто есть телеграме то те знают а кого нет у меня в телеграм канале те не знают я вообще-то на операции была оперировалась недавно вот поэтому вот я хотела легкую книжку то взять чтобы все невзгоды все вот эти сдачи анализов все это музеи всю всякую фигню и вот саму операцию чтобы я приносила вот с какой-то милой доброй книжкой нихрена не получилось но зато в тему зато про медицину нормально так вот о чем эта книга это такая драматическая эмоциональная история о том как выжить в рабочем коллективе где все тебя ненавидят о профессиональном росте о борьбе со своими страхами ну и да о медицине и чуть-чуть о любви было стойкое ощущение что автор либо как-то причастна к медицине либо консультировалась со знающими людьми потому что медицины здесь было много много было описание каких-то болезней операции каких-то симптомов описание медицинского оборудования просто каких-то терминов но это не надоедает это несложно это наоборот очень круто и позволяет вникнуть в всю атмосферу вникнуть в сюжет кстати о сюжете я думаю что как раз уже стоит о нем и поговорить главная героиня рене хорошая молодая девушка на степо моей ровеснице и 24 года она бредит нейрохирургией пытается там развиваться в ней она уже вот-вот должна стать настоящим врачом ну и там какая-то там своя система это надо сдать какие-то тесты и что-то типа как-то резидентура что-то как-то вот так это называется бытие в общем резидентом это где-то год ну вот я как поняла это что-то вроде практики что ли ну для обычного человека и далекого да тоже от обучения в медицинском вузе это короче что-то вроде практики вот ей надо год проходить вот эту практику и вот работать именно в больнице вот есть из всего лишь ничего но случается одно неприятное событие и ей приходится срочно переезжать в монреаль менять свое направление вот это вот подготовки направления работы с нейрохирургии на общую хирургию а также приходится менять доброго понимающего наставника хамилтона на самоуверенного наглого доктора ланга вот он собственно и есть в новой больнице не принимает начинают травить строят козни иногда доходит даже до причинения какого-то физического ущерба но она не может уйти если она уйдет она попросту не станет врачом ну и до не нуждаются пациенты и вот она должна как-то все-таки их лечить поэтому она остается и все это дело терпит о героях перейдем героя и вот героя это то за что я снизила прям оценку в итоге этой книге это то что мне не особо понравилось потому что героев шаблонные она такая симпатичная милая юная девушка маленького ростика блондиночка с кудряшками она постоянно надевает платье шки такие вот веселые цветочек андашка где-то вот говорила что меня не воспринимать серьезно потому что вы что надевать детские платье шки ну не знаю что детского в платьях цветочек но ладно пусть будет она всех прощает вот но я же говорю что делать козни и делают козни она всех прощает потому что вы типа ну ну конечно были какие-то причины да ну ну наверно же они делятся почему-то ну наверно так надо ну наверно я не права короче такая девочка припевочка он холодный замкнутый отстраненный загадочный никем не понимаемый доктор ланг ну вот он изображен то черные волосы высокий рост он вечно бледный ходит ходит в одевается в черную одежду всегда во всем черном а еще у него есть татуировка и он ездит на мотоцикле ну короче это какой-то парень из мечт девочек подростков ну как мне кажется это неплохо это неплохо если не подросток и такое мечтаете нормально все хорошо у вас такой вкус я про то что это немножко так типичненько он миллион раз и говорит что здесь нафиг никому не нужна он делает ей всякие подлянки он ее оскорбляет но она его оправдывает как всегда она какую такой ангелочек она думает что неважно то были причины это ок это норм но это не норм это просто нездоровое поведение и я вычитал и понимал что ну ребятка надо просто психологу идти потому что у синдром спасателя у него вот беспричинная агрессия все но но я понимаю что такие отношения кому-нибудь да понравится и ребята если вы реально хотите вот почитать по такие отношения где он такой холодный отчужденный но все таки как сказать то но неплохой да где-то человек с кем-то там принципами и все дела а она вот такая вот девочка цветочек то почему бы нет вот здесь вот это описано классно это описано все таки красиво потому что ты нас сама книга написано хорошо и это круто а еще круто что любовные отношения здесь не стоят в центре внимания здесь много внимания отдается медицине вот каким-то вот этим случаем сложным а также размышления героев ну и каких-то каким-то их поступком здесь есть трагедия и не одна и постепенно вот мы узнаем о прошлом героев также здесь есть тайны и тайны прошлого и конечно это интересно это классно но я как-то очень быстро поняла что что там к чему да ну вот как бы саму суть этих тайн хотела подробности естественно прочитать я хотела понять что к чему как-то вышло как это сделали почему это сделали почему все вот так а это все будет во вторую часть это диалогия потому что до этого раскатку тайна узнают только второй части к слову вроде бы она тоже очень скоро выйдет но ориентировочно октябрь но зная все до кухни может быть и ноябрь кому эта книга подойдет любителям художественных книг про медицину здесь реально описываются всякие интересные сложные случаи и описывается то как спасают жизни людей и это здорово если вы такое любите если люди медицинские сериалы да это тоже можно почитать также если вам нравится вот такая модель отношений между мужчиной и женщиной когда вот он вот такой вот холодный такой отстраненный а она милашка и может растопить его холодное злобное сердце тогда я думаю тоже можно почитать я знаю что реально такой многим нравится потому что мне тоже раньше такое нравилось но в другом возрасте как-то я то ли переросла то ли просто ты просто вкус изменения стали вышла замуж и у меня такой муж короче меня муж милашка в этом и наверно мне тоже нравится да вот описывают вот таких от милашек мужчин вот который просто за тобой ухаживают и обожают тебя все а вот я таких не очень люблю мужчин героев холодных но при этом давлере они тоже похоже по характеру герой мне понравился и того я оценила книгу на 3 из 5 думаю понятно почему такая оценка но оценка это очень интересная потому что она означает то что вы перечитываете я не планирую а вот продолжение я все-таки хочу прочитать и в итоге хочу выяснить чем же эта история закончится и хочу реально выяснить все вот эти вот тайны о которых нам рассказали так чуть-чуть сдвинулся ракурс не на заметили вы или нет я как-то просто так пнула штатив и вот так вот получилось так я не понимаю где барабанная дробь где аплодисменты вот уже другое дело я же наконец-то прочитала благословение небожителей которые мне постоянно писали представляющим вниманию благословение небожителей или по фанатски благожижа небожижа и небо геи да я это вот все узнала из комментариев что вот так вот всю эту вот серию этот цикл называют вот кстати я не знаю заметил кто-то или нет но у меня была такая проблема я говорила благословление они благословение никто не поправил никто не заметит может быть мои видео никто не смотрит я не понимаю никто не сказал что я неправильно говорю а может быть это правильно в том числе я не знаю короче тут оказывается благословение просто вот век живи век учись меня изначально привлекло оформление этой книги она просто супер классные вот это вот супер обложка и софт-тач обложка 2 которая под супер обложкой а также меня привлекло то что эту книгу сейчас читают все и как бы все в курсе дел которые тут происходят а я нет но я далека от азиатской культуры поэтому за нее долго не бралась ну и плюс да сразу вас предупреждаю я где-то что-то могла недопонять потому что опять же еще раз говорю я с азиатской культурой не дружу совсем о чем эта книга здесь такой мир где какие-то особенные люди которые смогли достигнуть чего-то супер классного не знаю просто вот показали себя как какой-то великолепный человек и там не знаю в каких-нибудь там войнах да они сделали миллион подвигов эти люди возносятся на небеса и становятся божествами наследный принц одного государства селянь возносился уже два раза на небеса два раза и два раза его прогоняли за совершение неких проступков и вот он вознесся в третий раз его потом уже не очень раз встречаю типа ты чё чувак блин тебя уже два раза свергли как-то опять сюда попал и к нему плоховато носится но тем не менее его отправляют на первое задание как уже вот небожителя в одной из деревень похищали как там загадочные мистические девушек невесты там уже придумали что есть какой-то призрачный жених и вот люди обратились к небожителям чтобы они уже помогли справиться с этой проблемой вот селянь пошел на это задание него там еще были напарники тоже небожители вот они выполняли вот это вот задание а потом там уже начались и другие тоже задания вы сейчас можете спросить ну и почему это все читают ну и почему это интересно ну да ну хоть выполняет вот такие вот задания подвиги да это можно сказать ну да приключения ну прикольно и как бы в чем фишка мне кажется вот фишка в том что книга прописана до мелочей здесь ничего не упущено здесь есть такие вот мелочи да которые потом ощущаться как пасхалки то есть ты читаешь что же сам про это забыл на автор все помнит и тебе потом вот так хоп показывают такой о да это было реально а я забыл от этого так связано правда прикольно когда вот такие пазлы так вот складываешь 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 сидишь это очень здорово мне такое нравится ты вот так вот смотришь на сюжет а лопоп а нигде не провисает а все нормально а все круто конечно здесь есть атмосфера китая которая определялась ну и традициями и нарядами и даже какой-то китайской едой но я к этому отнеслась скорее равнодушно я не фанат азиатской культуры а вот фанаты я думаю что оценили кстати книга читается очень быстро потому что здесь много отступов и большой шрифт так что не можно прочитать буквально за день за два вот такая вот хитрость удивительно в процессе чтения я не пищала визжала от восторга но мне постоянно хотелось вернуться к дальнейшему учтению со мной такое бывает редко и для меня это реально показатель хорошей книги и да я думаю многих это интересует про цензуру смотрите я так понимаю что в оригинале здесь есть описание гомосексуальных отношений вот прям подробно прямое описание у нас есть цензура у нас это все вроде как вырезали потому что я ничего такого не заметила я даже не заметила какие-то прям прямых намеков скорее тут все похоже на дружбу между героями крепкая мужская дружба так что если что если вам такое вдруг не нравится то можно попробовать почитать не бойтесь там там не страшно это все там это не описано и так я оценила первый том благословение небожительное 5 из 5 буду продолжать читать серию дальше и еще я хотела вас предупредить не знаю нужно вам это предупреждение нужно возможно я уже с ним опоздала но пожалуйста не читать аннотацию первой части она тупо рассказывает все ну весь сюжет вот первой книги и как бы смысл ее читать я не знаю дальше кащеева невеста вот на этих вами тут блестит прям так вот так наверное буду вам показывать кащеева невеста вот слушайте она появилась на прилавках книжных магазинов ну все я ее увидела думаю блин ну все начнется популярной все будут они говорить я тоже хочу быть теме я же как-то получается что всегда читая популярные книги после того как все прочитаю эту думаю нет нет я бы читать со всеми а я никто не прочитал вот они никто не говорит поэтому поговорю я что поделать мне очень нравится когда пишут про героев всем известных сказок но уже в книгах для взрослых людей вот это прям прикольно вообще мне нравится славянская мифология нравится славянская фэнтези о чем книга жила была семья папа и три дочки мама у них ну видимо погибла если ее нет либо просто уже я забыла что там с ней случилось в общем мамы нет папы три дочки вот одна дочь умная одна дочь красивая а третья дочь талантливая скажем так талантливая это вот василиса главная героиня она была бы ну че думали но умом не вышло просто не вышло но пойду к деревенской этой колдунья к бабке учиться колдовству ну вот так вот и случается вот и она влюбляется в парня ивана а иван влюбляется в ее красивую сестру дарину василиса очень это все так национально переживает проживает и она в какой-то момент я не пойду точно было что-то вроде как не заклинание не то чтобы это заклинание просто вот она как-то вот эмоционально вот это вот говорит там то ли ветру то ли полю что типа вот бы там куда нибудь даринка делаясь а иван вот со мной был меня там полюбил и все дела ну и в общем на буквально на следующий день приезжать к ним деревню кощей свататься свататься к дарине потому что она реально самая красивая у них у деревни мужина новая нужно у него там вообще есть еще жены новая нужно красивая ну он реально приезжают на вот это сватовство а василиса понимает что в этом ее вина есть что она как бы вот накликала беду и поэтому она предлагает кощею чтобы он взял ее вместо дарины в итоге она становится женой кощея ребята первой страницы буквально не бойтесь это не спойлеры она становится женой кощея и вот выясняют что у него есть еще другие жены тоже с ними знакомятся там такие интересные дамочки все классно так описаны такие тоже яркие это здорово автор писал при молодец вот она с ними знакомится выясняют что афиг выберешься как бы из этого замка то все теперь ей придется здесь жить с ним а она надеялась что как-то это все решится ну и вот так вот в общем понимаешь что она не выберется что нужна помощь какого-то богатыря богатыря отчета как-то нет пока на примете и она решает не то что решает так получается что она родила сына который тоже кощея ненавидит не приходит понимание что если кто-то и спасет ее и остальных жен но и вообще других девушек до которые коще так и продолжает ну сватать не будет неправильно сказать можно продолжать красть то это только может быть сын василиса мне очень нравилась часть про василису вот правда кощеева невеста написано все ты вот смотришь как она обосновалась в этом замке как она ознакомиться с его обустройством самим кощеем кстати замке есть змейки кощейки это змейки их очень много и на просто киш мяу кишат все их боятся ну девушки жены до кощея а кощея их обожает о них нельзя наступать дай бог на нее наступишь тебе просто капец но при этом они еще и подслушивают и потом доносят все кощею если у там еще такие там собаки это еще прислуги тоже вот эти темные сущности вот это интересно это прям здорово и мне очень нравится про него читать я просто не могла оторваться а потом как-то получилось что про нее резко все закончилось и началось про ее сына но вот тут буквально книгу пополам разделили все началась история про ее сына подростка да и как-то у меня градус интересорами такую все мне очень понравились отсылки к любимым сказкам детства таким как вот магические используя магических предметов меч кладенец что там еще вот это гребешок который ты бросаешь и появляется непроходимый лес там были и молодильные яблоки что только небо змегарыноч кстати еще был ну здорово это интересно правда здорово когда вот такое вот все тебе уже вроде знакомое вплетают в новую историю круто мне понравился язык автора потому что он использует столько интересных слов вот которые мне кажется использовали в речи в эпоху древней руси это так атмосферно это это круто дать и же еще были вот это повороты и они были неожиданными они были крутыми и я их тоже по достоинству оценила но минусы все же перевесили если про остальные книги как про которые мы говорили ранее я могла сказать что они многогранды первые такие реалистичные такие сложные но здесь все на поверхности здесь все понятно все ясно как бы тут не скажешь что это прям какое-то сильное фэнтези это скорее сказка где реально все ясно но просто сказка большем объеме что от меня прям сильно расстроило это любовная линия василиса с неким мужчиной я не буду говорить с кем ничего тут вам не буду сильно-то спойлериться все равно тоже было в середине книги с нифига с нифига они просто один раз увиделись а потом ну то есть они второй раз встретились таких хренак и поцеловались я так читаю стоп еще раз точно василиса точно он реально поцеловались да реально поцеловались а чё время зря терять ну правильно личную жизнь-то надо устраивать ну и плюс в конце ты уже ждешь этого накала страсти ща будет финальная битва щас будет вообще капец разрыв всего а там просто такой и все и даже главные герои финальной битве не участвует участвует второстепенной на просто сказать по ну все закончится так спасибо я поняла что там будет продолжение может быть даже она уже вышла я не интересовалась я все-таки пока не планирую читать дальше вот но было до ощущения что читаешь какую-то предысторию к основным событиям не знаю может быть я и права но чё-то я подрастроилась потому что прям не были большие ожидания делала большие ставки на эту книгу но вот так сложилось поэтому 3 из 5 но я реально могу посоветовать эту книгу любителя славянского фэнтези которым и не нужно что-то глубокое что-то сложное если вы хотите почитать что-то похожее на сказочку легкая ой вполне можно так-то чем не было интересно читать и реально книга читалась легко и если сравнивать ее с той же марой и мороком вот эту книгу читать ну намного приятнее мне было и заключительная книга смешинки и грустинки наталья третяковой это сборник рассказов сама наталья блогер и она в своем блоге и пишет вот эти вот рассказы но я не узнал уже только после того как прочитала книжку вообще я что-то недавно по-моему даже на канале это прям говорила что я больше не хочу читать сборники рассказов потому что это надоело вот ты берешь сборник это вот есть офигенные рассказы классные они очень нравятся а есть такие просто офигенно что уж блин какой бред вообще как это можно написать может еще один тоже человек пишет вообще думаешь господи какой ужас не знаю вот реально сих пор помню этот рассказ про бабку ведьму которая там давала девушкам снадобье для абортов и в итоге там эта бабушка что-то там умерла и круче чего вообще зачем я такую хрень читать меня но не надо не надо мне просто что-то вот интересное может быть добрая веселая но но не такое пожалуйста но здесь вообще какой-то исключительный случай мне понравились все рассказы все я смеялась я плакала с этой книгой я столько эмоций испытала я вообще не могла от нее отойти я вот просто я села ее читать я не встала с дивана пока ее не дочитала настолько она меня зацепила хотя здесь есть и фантастические рассказы но меня это нисколько не смущало больше всего мне понравились автобиографические рассказы жизнь у натальи очень интересная она была замужем за мужчиной который не особо-то много внимания и уделял не особо-то стремился работать над их отношениями как-то вот развиваться на очень хотела ребенка у нее не получалось и но это было больно читать некоторые моменты меня прям доводили до слез то есть вот именно рассказ до отца лица женщины которая хочет ребенка все для этого делает но вот пока не получается никак вот а потом у нее просто скружила голову от мужчины другого вот он стал ее любовником она стала изменить мужу с ним а в итоге она вышла за него замуж и родила ребенка вот так вот короче она нашла свое женское счастье ну блин это было так интересно читать она это все подает под таким вкуснейшим соусом с юмором просто читать и читать супер по аннотации кстати написано что эта книга бальзам для уставшей души да да если вы хотите почитать вот что-то легкое расслабляющее да возьмите вот эту книгу я не знаю я все я всем буду рекомендовать но она просто обалденная вот наталья жизнь как сигнал в ее жизнь вообще-то можно просто читать печь это ну короче она крутая книга все обалденные пять из пяти если у автора будут хоть еще сборника рассказов я обязательно их куплю не знаю насколько мои планы по сокращению длительности видео про прочитанное исполнились узнает уже на монтаже хотя вот сейчас уже вижу пятьдесят шесть минут я тут вам наболтала но ладно тем не менее я как всегда жду ваши комментарии о прочитанных мною книга и о прочитанных вами книгах за сентябрь а на это у все всем пока и даже никто не понял что я сижу в красивом вечернем платье потому что его показала